что ж посмотрим это нижняя челюсть это новые позиции имплантатов более соответствующей реальности это блок который как я понимаю выше на миллиметр а это блок который ниже у нас есть два варианта блока ну что же давайте теперь покрасим все это чтобы можно было отделять одно от другого этот блок мы покрасим красный этот зеленый чтобы мы могли отделять их друг от друга имплантаты мы сделаем белого цвета это лишь для улучшения визуализации а челюсть нижнюю 7 мы рассмотрим сначала вариант который до чтобы определить осень центральной 8 мы посмотрим рабочую модель челюсть как и прошлый раз у нас будет вот такая вот картинка челюсти блок будет вот из такой вот сетки а красный блок будет из красной сетки чтобы могли мы их тоже сравнить между собой насколько поменялся их объем ну заметно что вариант красный конечно более подходящий для наших задач уберу и посмотрим отдельно красный вариант позиции для имплантатов выбраны приемлемые может быть я там перемещал бы еще имплантаты позиции седьмого зуба немного вестибулярно но это не так существенно все равно будем ориентироваться на объем костной ткани который удастся сформировать это будет естественно зависеть от усадки ну что ж давайте тогда отдельно померяем изделие по длинному ребру блок получается два с половиной сантиметра 7 миллиметров 7 миллиметров ну достаточно высокий блок вот каким образом вот пять и восемь теперь оценим форму вестибулярно ну да вот у нас не отсутствует острый угол поэтому риск краса саму конечно будет меньше что есть такое наблюдение что усадка все таки достаточно заметно и происходит по ширине вводим 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 где то вот 7 миллиметров вводим получается блок будет вот такой вот вот этот блок у нас еще есть здесь видно что посмотрим на картинке позиции имплантатов выбраны правильно блок смещен в общем то все наше задание соответствует в этой зоне вестибулярно действительно сглажен ну и в общем мы можем использовать данные файлы для работы потому что в настоящее время изделие нам подходит мы можем его изготавливать и готовиться к операции уровень костной ткани что не было в задании мы все таки решили увеличить на миллиметр потому что при более тщательном рассмотрении уровень костной ткани проходит вот так эта модель нам подходит всем спасибо за работу будем приступать к следующему этапу наше в данном конкретном случае занимается прототипированием то есть тщательно для депректора ДН и производственный отдел где у нас стоят пакарные станки фазировочные станки в основном это естественно больше для макетирования прототипирования вот то есть соответственно в основном это мягкие заготовки это для афтальмонов и вот на этот костыль сажают да по сути вот этот протез да обеспечивается там три элемента у них во-первых глазной яблок теряется процент мягких тканей которые теряются значительно поэтому происходит деформация области глазного яблока нам необходимо восстановить по объему эти ткани утерянные плюс мы устанавливаем двигательную функцию так как вот в этот элемент импланты прошиваются четыре мышцы двигательные соответственно у нас глаз который замещается он у нас становится подвижным им третья функция это эстетическая которую мы решаем патент сейчас оформляется уже приоритетную заявку мы получили здесь мы ее скормили вот набор справа элементов которым сразу можно работать потому что фотография это пускасное изображение в любом случае по фотографии мы ничего не можем сделать ничего не можем если у вас будет фотография и модель смотрите вот есть такое же исследуемое с мрт которое мягкие ткани отображает почему вам в этой цифре не дать нам там есть мягкие ткани мы работаем с образом будет ли так видно и хорошо на мрт объем будет ли вот так он регистрироваться вопрос надо попробовать попробовать можно мы просто когда работали с мрт мягкие ткани видны